Около десятка фотографий, портреты, групповые снимки, копии наградных документов. Все это долгие годы, больше 70 лет, могли видеть лишь члены семьи Лихацких. В 1945 году Николай Савельевич Лихацкий участвовал в штурме Берлина. Когда бои утихли, появилось время для отдыха, для прогулок и для фотографирования. Куратор выставки Светлана Артюхова признается, глядя на лица этих молодых по 20 с небольшим лет солдат и офицеров, с особой ясностью осознаешь, войну выиграли буквально вчерашние школьники. Появляется осознание того, что человек, который прошел, вот ему 19 лет, он молодой человек. Он видит грязь, он видит боль, он видит страдания. И у него хватает жизни, тяги жизни, чтобы запечатлеть. Памятник Бисмарку, Бранденбургские ворота, Александр Плац, знакомые многим знаменитые берлинские достопримечательности в непривычном ракурсе. Но и в таких любительских фото есть еще один плюс. Они отражают то, что на официальных победных фото чаще всего не увидишь. Судя по всему, в 1945 году прекрасно понимали, что солдатам стоит привозить домой, в Советский Союз, снимки не только на фоне полуразрушенных вражеских зданий, но и другого рода снимки, повеселее, что ли. Вот, пожалуйста, настоящая фотозона, хотя и слова такого тогда явно не знали. По некоторым деталям видно, что ее установили прямо на улице одного из немецких, вероятно, городов, чтобы солдаты могли вот такие вот прекрасные снимки сделать. По мнению организаторов, помимо основной познавательной роли, выставка сможет напомнить барнаульцам, что и в их семейных архивах возможно хранятся такие же исторические богатства. Посетить саму выставку можно будет до 26 мая. Илья Кочетков, Алексей Фризин. День с толком.